История, которую я сегодня расскажу, несёт очень важный урок, особенно если у тебя есть дети. Она основана на реальных событиях и была опубликована на сайте Reddit. Мужчина поделился случаями своей жизни, когда он обнаружил свою дочь на диване с незнакомым обнажённым парнем. Это произошло обычным, ничем не примечательным утром. Я спустился вниз по лестнице и увидел свою 17-летнюю дочь, спящую на диване с незнакомым голым парнем. И, вероятно, они прекрасно провели эту ночь. Я не хотел их беспокоить. Я бесшумно прошёл на кухню и приготовил завтрак. Затем предупредил мою жену и детей, чтобы они спускались тихо, так как в гостиной спят люди. Наш обеденный стол находится недалеко от дивана, так что мы уселись все завтракать, и я громко крикнул. «Эй, парень, завтрак готов!» Никогда в жизни я не видел, чтобы кто-то вскакивал так быстро. Моя жена и дети сидели молча. По лицу парню было видно, что это худшее утро в его жизни. Он начал судорожно натягивать одежду, пытаясь закрыть интимные места. Затем он сел с нами за стол. Он ещё больше занервничал, когда мой старший сын, роста метр восемьдесят, похлопал его по спине. Я спросил парня, нравится ли ему кошки, стараясь, чтобы мой голос казался достаточно жёстким. Этот вопрос заставил его ещё больше запаниковать. Парень казался достаточно симпатичным, но было в нём что-то странное. Он так и не ответил на мой вопрос, и я оставил его в покое. Мы закончили завтракать, он вежливо попрощался и вышел из нашего дома. Моя дочь сказала, что он хороший парень и очень внимателен к ней. Они познакомились два месяца назад, и он приходил в наш дом каждый день, но никогда раньше не оставался на ночь. С этого дня парень стал каждый день заходить к нам. Он провожал мою дочь до школы и приводил её обратно. Они проводили много времени вместе. Он был очень внимателен и даже заботился о ней, когда она болела. Моя дочь рассказала, что он живёт один, и пока у него нет постоянной работы. Но она любила его, так что я не хотел мешать их счастью. Спустя некоторое время мой сын узнал, что этот парень живёт абсолютно один. Его родители покончили с собой, мать была проституткой. Когда это случилось, ему было всего 15 лет, и подростку пришлось одному выживать на улице. Я также узнал, что они познакомились с моей дочерью, когда та ходила в конную школу кататься на лошади, а этот парень убирал там мусор. У него была тяжёлая жизнь. Вскоре он завоевал наше доверие, и я решил дать ему ключи от дома, чтобы он мог оставаться на ночь. Через некоторое время мы выделили ему комнату. Я хотел купить мебель, но он отказался, сказав, что постепенно сделает это сам. Всё это произошло в 2000 году. А сейчас у моей дочери и моего нового сына свой бизнес, и их дела идут неплохо. Они подарили мне самых прекрасных внуков в мире. Двух девочек-близняшек и мальчика. Это моя история счастливого отца и деда. Надеюсь, что эта история – хороший пример для всех. Нельзя судить людей по внешнему виду, потому что, возможно, их внутренний мир гораздо интереснее, чем можно представить. И также это важный урок тем родителям, которые считают, что могут решать абсолютно всё за своих детей. Пишите своё мнение о этой истории в комментариях, а также делитесь видео, если понравилось. Пока!